Наши сердца жались от увиденной картины, когда мы спасли маленького Моку 11 июня. Его нашли вместе со многими другими собаками на ферме, по разведению собак. Неизвестные люди арендовали дом, чтобы заняться разведением собак, но недавно их деятельность привлекла внимание окружающих, и поэтому они бросили собак и сбежали. Собаки были голодны и находились в заперти, среди них были и крошечные щенки, которые находились в критической ситуации. Волонтерам пришлось прибегнуть к помощи полиции, чтобы у них была возможность вместе с местными жителями, спасти этих несчастных животных. Все были в шоке, от того что они увидели внутри. Дома, десятки собак и все в плачевном состоянии. Волонтеры немедленно отвезли малышей к ветеринару, чтобы, он дать им должное лечение и заботу. К счастью все малыши вели себя очень хорошо, даже, в ситуациях с особыми процедурами. Мока и еще двое маленьких щенков получали особую, заботу, ведь их состояние требовало особенного ухода. Мока самый слабый, ему приходится оставаться, в палате неотложной помощи, где ему могли бы обеспечить, кислородную поддержку и переливание крови. Вероятно он всю жизнь прожил в темноте, и его маленькое, сердце сильно заколотилось, когда волонтеры его вынесли, из дома и он увидел солнечный свет. Мы просто надеялись, что он выживет и сможет начать, радоваться жизни как все щенки его возраста. На следующий день мы отвезли его и других щенков на дополнительный анализ крови. Такие истощенные, с сильно зараженной кожей, похожие на мешки с костями и боящиеся человека. Остальные щенки, довольно быстро нашли новые дома, но Мока остался в приюте. Многие щенки поехали в другие приюты, так как мы, не смогли взять всех, остальные два щенка и Мока остались. С нами на некоторое время, так как им требовался дополнительный уход. Мока сделали прививку, но ему все еще приходится оставаться на карантине. Ему необходимо жить под постоянным присмотром. Медицинского персонала хотя бы еще одну неделю. Наби его старший братик быстро был усыновлен, потом. Пришла очередь Хаби, но Мока был слабый и внешне. Отталкивал людей, его никто не хотел забирать к себе. Бедный Мока, мы знали, что это не его вина. Мы пообещали, что позаботимся о нем и дадим ему все самое лучшее, что у нас есть. Мы сделаем все, чтобы он поправился и нашел любящих. Хозяев, которые будут любить его и он будет жить в тепле. И заботе. Через неделю он начал понемногу есть самостоятельно. Его аппетит становился все лучше и лучше. Но ему по-прежнему нужна медицинская поддержка. И постоянный надзор. Несколько дней в неделю, мы давали ему солнечные ванны, выносили на улицу, которые полезны для его иммунной системы, и лечебные ванны для борьбы с запущенной чесоткой. Его кожная инфекция постепенно начинала проходить. На пятнадцатый день, Мока уже почти начал есть сырую пищу самостоятельно, он привык к лечебным ваннам. И стал вести себя намного спокойнее во время этих процедур. Мока поправляется день от дня, теперь он может есть сырую пищу, скоро он наверняка станет идеальным домашним питомцем. Пусть он все еще побаивается людей, но мы сделаем все, чтобы он почувствовал, что человек может не только, делать плохо, но и дарить любовь. Пожелаем малышу скорейшего выздоровления. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, вместе мы сделаем мир чуточку лучше. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.